И всем привет, ребят! С вами Мистер Баник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тесту одного интересного вооружения, можно даже сказать, пушки. Сегодня у нас на обзоре Гаусс, тот самый Гаусс, который подвергся изменениям в балансе в последнее время. Был изменен урон пушки и урон со сводкой, но при этом был повышен урон критического... Урон критический. И, ко всему прочему, разработчики говорят о том, что это обновление направлено на то, чтобы занерфить дальнобойные пушки и в том числе Гаусс. Я же считаю, что в этом обновлении есть как своего рода плюсы, так и минусы для этой пушки, потому что с критическим уроном можно наносить очень хороший качественный урон. Ну и плюс ко всему прочему, от Гаусса в матчмейкинге сейчас довольно мало резистов. Потестим, попробуем. Две комбинации, это Викинга Гаусс и Хоре Гаусс. Хоре Гаусс будет направлен на возможность реализации качественных овердрайвов и нанесения большого критического урона. Ну а с Викингом просто попробуем прожать качественные овердрайвы, заодно посмотрим, на каком вооружении можно полноценно набить большее количество киллов. Что касаемо дронов, сегодня мы выбираем бустер, что на Хорька, что на Викинга. На Хорьке я буду играть с иммунитетом от подавления, на Викинге пока что у меня стоит иммунитетик от пробития, но возможно мы его тоже поменяем по ходу боя, если это понадобится. Резист берем как всегда дефолтный, ну и отправляемся в бой. Я думаю, что одной катки на Викинге и одной катки на Хорьке будет достаточно. Желательно только, чтобы нам кинуло на примерно одинаковые карты по режиму контроль точек, самый дефолтный и стандартный для обзора вооружений в матчмейкинге. Ну и конечно же хотелось бы, чтобы все это дело было на картах, которые 7-минутные, только-только, которые будут начинаться. То есть сейчас будет закидывать в катки, которые уже идут минуту, полторы, две, три, будет плохо. Так, ну и нас кидает на первую прям шикарно. Родальд, отличная карта, ЦП, можно попробовать полноценненько реализовать. Все это дело, по Гауссу забыл сказать единственное то, что я беру Гаусс с Эмми. Да, у меня есть Гаусс от пробития, есть адроминолины, ну то есть все устройства есть. Играю на Эмми с отключением расходки. Если я не ошибаюсь, это устройство когда-то уже было у нас в челленджах. И для матчмейкинга я считаю, что это лучшее устройство для Гаусса. Это очень жестко дезморалит, нагибает и уничтожает противника при сводке. Поэтому я буду играть с ним. В принципе критический урон такой же с обычных выстрелов остается. Вот вы видите, 1300 вылетело. Не знаю сколько сейчас было бы, если бы это был выстрел с бустера. Наверное где-то около четверочки. Поэтому используем непосредственно это устройство. Можно конечно пробовать и другие, но я считаю, что, как я уже сказал, это устройство является лучшим для Гаусса. Так, не совсем качественный овердрайв. Но из-за того, что это был как бы дроплый овердрайв, я постарался его быстро прожать. Так, сразу у нас противник начинает брать резисты от Гаусса. Ну, для 6 на 6 боя, я думаю, что это очевидно тот моментик, который чуть-чуть ухудшит наши характеристики Гаусса. Но я думаю, что если будем качественно отключать противника, то даже против резиста будет не сложно. Так, давайте сразу красивую сводочку. А, он сразу взял себе еще иммунитет. Ну, ничего страшного, мы его по 1300 с критасика красивого будем надамаживать этого викинга Твинса. И будет, я думаю, что добро, дуже добро. 3000 со сводки. С бустера это очень маленький даже, я бы сказал, урон. Но 8 киллов за 2 минуты у нас уже имеется. Противник даже начинает потихоньку выходить. Возможно, получится даже быстрая досрочка. Ну, и тогда придется нам сыграть еще один бою. Если досрочка не будет, то будет вообще все замечательно. Так, работаем на сводочку. Хороший выстрел с бустерочком. Викинга шафтик против появляется. Скорее всего, он уже прожал овердрайв. Да. Прожимает овер. Спрятаться я, к сожалению, не успел. Так. 9 киллов. У меня 70% овердрайва. Сейчас можно попробовать... Ладно. Сейчас кайс-лить с шафта. Ну, и получилось. Так, сводку хорошую на 3600 даем. С бустером вообще эти сводки шикарно залетают. 2000 по аресу. Снимаем, скорее всего, его расходочку. Пытаемся добить сразу. Нет, расходку успеет прожимать, да? Нет. Не успеет. Уничтожили. Шикарно. Еще добавку по хантеру. Шикарно. Сливаем его. Ну, и сейчас было бы неплохо где-то прожать овердрайв. Покрасивее, пограмотнее. Так. Ну, давайте так. Начнем здесь. Давай, здесь есть. Третьего. Ай, третьего не дотянул. Ладно. С разворота. Ай, уже овер закончился. Ну, с гаусом, конечно, на викинге, на таких маленьких картах довольно-таки тяжело прожимать грамотные овердрайвы. Поэтому. Такой сил. Ну, ладно. Даже с двумя киллами за овер будет неплохо. Главное, как я уже говорю, в последнее время очень часто, это быстрое прожатие овердрайва. Самое главное, быстро. И тогда все будет четко. Если вы долго катаетесь с этим овердрайвом, там, но дадите на один килл больше, толку от этого не будет вообще никакого. Поэтому, если вы видите противника и видите хоть более-менее нормальный тайминг, сразу же быстренько овердрайв прожали, дали свои киллы, и все, у вас сразу четенько становится. Так, по шафту можно сразу сводочку. Не успел, к сожалению. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть не успел. Успел у меня с шафта слить. Все еще тяжелыми кондерами. Быстрый, хороший урон наносит. Лаксерва. Продолжительный лаксерва, даже я бы сказал. Не просто лаксерва. Еще и гаусс у меня без урона. У меня, может быть, вообще весь урон слетел. Посмотрим. Может, это у меня только подлагнуло. Не знаю. Что это было? Не, ну, вроде это танки лагают. Я, конечно, не эксперт. Но похоже на лаги танков. Да. Лаги танков. При этом... Все максимально-максимально печальненько. Так, 16 на 8 идем. Неплохо. Можно было бы, конечно, дать уже побольше киллов. А, у меня урона нет, да? Не все. Урон отмена. По урону отмена у нас, друзья. Ладно, идем быстренько обновляемся. Не знаю, что это произошло. Может, даже какие-то у меня были подлаги. Ну, вроде как, мне так показалось, что это танковое вмешательство происходило. Ладно, обновимся. Постараемся сейчас до 20-ки дочянуть. Хотя бы. Было бы неплохо. Ну и потом уже полноценно посмотреть, что у нас будет на харечке. Каточку очень долго грузит. Скорее всего, какая-то багованная катка нам попалась. Так, пробуем. Так, все хорошо начиналось. Сейчас можем даже еще и проиграть этот бой. Со сводкой на гауссе есть своего рода проблемы. Кто не знает, теперь сводка слетает очень и очень быстро. Поэтому за счет повышенного критического урона как раз-таки и одиночными выстрелами и лучше стрелять. Но если у вас есть все-таки тайминг нормальный, вы знаете, что вы сведетесь по оппоненту, то лучше, конечно же, сводиться и на верочку наносить хороший урончик. Хотя вот видите, я, например, со сводки сейчас нанес 500 или 600 урона, а со сводки дал 1300. Соответственно, сводочка иногда намного практичнее и качественнее работает против резистика или против, например, условного защитника того же. Поэтому теперь есть определенного рода варианты. Варианты. 30 секунд до конца, офигеть. Мы выигрывали катку и уже проигрываем ее. Ужас. Ужас попасть. Пытаемся хотя бы что-то еще сделать. Ну и что? Я 5 лак. 5 лак. 5 лак. Игры или не игры. Или это у меня лагает. Так, я и не могу понять, у кого это лагает у меня или у танков в целом. Вроде как в танках в целом. Так, 9 секунд, 7 секунд до конца. И мы, к сожалению, проигрываем. Но 20 килов свои мы даем определенные. Теперь переодеваемся на хоречка и продолжаем. Так, друзья, мы продолжаем. Переодеваемся быстренько на хоречек. И отправляемся все так же в режим контроля точек. На викинге получилось сдать около 20, что является не сверх крутым результатом, если честно. Но в связи с тем, что может там у меня чуть подлагивало, пришлось перезагрузиться. Можно было где-то, наверное, около 25 набить. Но все равно это не тот результат, который должна давать пушка в матчмейкинговом бою. Например, на том же молоте условном можно дать больше. Соответственно, это не так жестко. Поэтому пробуем сейчас все это дело реализовать на хоречке. Попробуем, может, даже больше чуть стрелять обычными выстрелами. Потому что мне почему-то кажется, что за счет вот этих вот обычных критических выстрелов можно давать хорошее количество киллов. Ну и плюс, если там со сводки где-то будет видно, что противничка можно быстренько свестись и уничтожить, то будем так же сводить. Вот как, например, поэтому вас пику. Ну и, конечно же, желательно сейчас побольше уже реализовывать за счет овердрайва хорька. Сейчас он у меня уже будет появляться намного-таки чаще, нежели овердрайв викинга. Ну и за счет всего этого мы постараемся дать хотя бы 30. Если 30 будет, то нормально, прикольно, круто. Все, что я смогу сказать. 1400 за выстрел. 1400, сколько по Воспу? 2600! Ничего себе! Ничего себе! Я же от такого в минус упал. 2600. Очень хороший урон. 2600. По Воспу. По любому хорьку это ваншот получается, да? И перезарядка обычного выстрела очень быстрая. Неплохо, неплохо, неплохо. Наверное, есть даже смысл по большей части стрелять обычными выстрелами, когда у вас есть такая возможность. Если критосик хороший вылетит такой, то вы в сумме получите очень жесткий дамаг по оппоненту. Блин, мне начинает нравиться этот гаус. Хоть и его сводочку и так урончик занерфили, но за счет повышенного критического урона на харькен открывается возможность уничтожения довольно большого количества противника под действием овердрайва. Пока, конечно, это сработало не очень жестко, да? Все-таки это был только первый овердрайв, но вот еще 2600. Шикарно. Просто выстрел. Да как гром старый. Ух ты! Критически вылетел. Я даже еще овердрайв не прожрал на харючке. Так, а сейчас вот если мы еще прожмем овердрайв, посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. У меня все залагало опять. Нет, а потом у меня какие-то проблемы. Вроде как на карте все у ребят в порядке. Так, ну ладно, давайте даже с проблемами стараться. Здесь вытягиваете эту катку. Овердрайв проживаем. Хороший. 1300. Добавки еще. Добавки туда по-моему, это есть. Еще по-васпу, по-васпу. А, у меня уже спал. Эффект критический. Обидно. Так, давайте сводочку. Сводочку по титанчику. Хорошая. Залетел. Ой, 2600 на добавки. Вот это шикарно. Очень четко залетает. Очень классно. Мне нравится. Надо просто больше стрелять обычными выстрелами, я так понял. Такими критами. Обычными выстрелами очень круто можно наносить. Так что давайте, давайте, давайте. Дальше, дальше. 700. Залетел. 19 киллов за пол боя. Офигеть. Вот это круто. Вот это я понимаю. Вот это хоречек дает. А говорят, хорек зафиксили, хорек не нагибает. Вот смотрите, что можно творить. Так, опять у меня какие-то подлаги. Урон. Урон, пожалуйста. Урон 1600. 1700 даже. 800 на добавки. С бустера. Хорошая полторушка. И сейчас попробуем еще вот этого Вика Твинса. Ой-ой-ой-ой. Больно. Прожимаем овердрайв. Блин, не ланшотами. К сожалению, не ланшотаем. Не ланшотаем. Еще урон. Почему-то не реагует. Один выстрел реагует, второй не реагует. Что за ерунда происходит? Я не понимаю. То ли с игрой какая-то проблема. То ли у меня какие-то проблемы. Я не понимаю. Ладно. 23 кило. 23 кило. У меня полноценно. 2400. Ой, 2400. 23 кило и 2 минуты 40 секунд еще есть. Очень хорошо идем. Давайте попробуем дать 30. 30 и больше. Будет вообще супер. Так, сводка. Очень хорошая. Без расходки. Теперь добивку без расходки. Есть. И еще. Ай-яй-яй. Еще я гнину спадаю. Зря в полете стрелал. 26 кило. 26 кило за 2 минуты до конца. Мы даже можем еще и досрочку здесь успеть сделать. И я могу сказать, что мне этот гаус нравится. Я не знаю, почему я на нем в последнее время не играл. Но вот этот критический урон. Я бы сказал, что даже не занерфил, а забустил. Забустил данную пушку. Вы можете где-то ваншотить. Где-то вообще наносить. Шикарнейший. По 1600. Шикарно. Просто супер. Просто супер. Бомбочка. 1300 обычный. 1300 еще. Но обычный урон был больше раньше. Зато теперь есть хороший, плотный, критический. Главное этот критический урон реализовывать. Ну и один из самых больших и главных плюсов гаусса. Это то, что сейчас в матчмейкинге практически никто не берет от него резист. Вот видите, я заходил в бои. Что в первый бой, что во второй бой. Не в том, не в том бою. Изначально резиста от гауса не было. То есть по ходу боя ребята просто меняют резисты. Соответственно, если такая ситуация происходит, и у вас, например, есть две пушки, например, на гибаторский в гараже типа гауса и того же молота, вы просто меняете гаусс, потом берете молот и все. То есть контрите любого противника, и у вас получается очень крутая комбинация. Но я считаю, что все-таки, если сравнить хоре гаусс и викинга гаусс, то хоречек себя показал намного качественнее, намного лучше. 32 кила, еще и сейчас мы досрочку вместе с вами сделаем. Это очень-очень хороший результат. И это, я уверен, не предел. Это не предел. Можно делать еще больше и еще лучше играть. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что они там написали по поводу нерфа гауса. Да, обычный урон стал меньше, сводка стала меньше, но потенциально за счет повышенного критического урона можно ловить крутые тайминги на харьке. Да, и викинг все-таки хуже, чем харек. Харек можно использовать намного грамотнее, намного лучше. С хоре гауссом, под критами, хорошее количество киллов можно набивать. Может даже примерно такое же, как на Вика Молоте, а может даже где-то и лучше, чем на Вика Молоте. Поэтому берите себе на вооружение такой вот комбинейшн красивый. Возможно, в скором будущем это вооружение будет намного-намного чаще встречаться из-за того, что ребята поймут, что гаусс вернулся и наносит хороший урон. Если вам понравился данный видеоролик, друзья, обязательно не забывайте поддерживать видос лайком. Подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Ну а у меня на этом все. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, какие комбинации вооружения вы хотели бы увидеть в ближайшее время, если у вас такие есть. Я с удовольствием обращу на это внимание и протещу их. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.